Спасибо, Татьяна, большое. Спасибо, Татьяна, большое. Тема, на мой взгляд, очевидна. Почему? Потому что в последнее время противоречие между социальным заказом общества, которое, конечно, меняется, и мы не можем этого отрицать, заказ именно на творческую личность и, с другой стороны, недостаточная разработанность вот таких практических и психологических, и лингвистических приложений для развития одаренности, конечно, стимулирует рост нас, исследователей, к проблеме от креативности именно в детском возрасте. Вообще, я глубоко убеждена, что именно творческое начало, которое закладывается в детях от природы, и вот ответственность за развитие этого уникального явления, конечно, на нас с вами, на взрослых, и наша задача, та, что и представлена у вас перед глазами, это помочь ребенку развить именно данный психический процесс, то, что мы называем воображением. Методов подприемов, конечно, разработано на сегодняшний день очень много, но, тем не менее, насколько это приложимо к нашей реальности практически, мне бы как раз хотелось на этом и сакцентировать сегодня внимание. Анализ большой литературы, литературы классической, современной, мне показал следующее. Я вот выделила для вас в самых общих ключевых положениях, в соответствии с которыми авторы и психологи, и педагоги предлагают решать проблему развития творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в сюжетно-ролевой игре. Ну вот пять я выделила общих, естественно, можно их и подразделять на более мелкие, но, тем не менее, вот все, что мне удалось представить, на мой взгляд, подтверждает характеристику процесса развития детского творчества в сюжетно-ролевой игре, как сознательной педагогической деятельности взрослого, направленного на этот процесс. Мне кажется, недостаток вот такого подхода в том, что мы, воспитатели и педагоги, выступаем как субъекты игровой деятельности наших детей, и в силу этого создаваемые, попытка наша создать педагогические условия могут, конечно, нести печаток такой субъективности и произвольности. Поэтому авторы большинства исследователей проблем творческого развития детей много уделяют внимания описанию того, как же, за счет каких способов, средств, возможно, нам, педагогам, удержаться вот в пределах косвенных методов руководства, то есть способствовать тому развитию, которое заложено в ребенке. И мне кажется, что преодолеть вот такую трудность, субъективность можно, используя концепцию общения как особого вида деятельности. Так вот, современная интерпретация психолингвистическая, психолого-лингвистическая дает основания считать коммуникацию, общение взрослого и ребенка деятельностью особого рода, в которой невозможны объектные отношения, и, следовательно, педагогическое воздействие осуществимо в той мере, насколько оно востребовано самим ребенком. Постараюсь пояснить основные свои теоретические моменты и закрепить потом уже в привычном мне изложении материала на вебинарах, упражнениях, которые, ну и в предыдущих моих вебинарах, конечно, несли отпечаток того, как развивать речемыслительную деятельность, здесь уже с акцентом на творчество. Вот я постаралась все те моменты, которые встретила в психолого-педагогической литературе по вербальной креативности, отразить вот в такой общей схеме. Комментарий я дам не к общей схеме, пусть она у вас в качестве подарка будет, потому что мне пришлось учесть все те моменты, которые имеют место быть в этом очень сложном, многогранном процессе. Но я бы сакцентировала внимание на следующем. В рамках подхода, который мы сегодня рассматриваем с вами, те условия, которые мы, взрослые, создаем для того, чтобы, руководствуясь которыми мы стараемся, чтобы ребенок вступил в общение, вот эти вот мотивы, они опредмечиваются, то есть овнишняются, да, в определенных, присущих нам, взрослым, а не детям, да, качествах. Это познавательных, прежде всего, да, в которых мы выступаем как источник сведений и как организаторы новых впечатлений у детишек, деловых, потому что взрослый является, ну, своего рода партнером, да, по совместной практической деятельности, в играх, в частности, и образцом этих действий, поэтому на нас смотрят дети, на то, как мы живем, действуем, и хотите вы того, не хотите, но отпечатываются у них наши с вами деятельности, и не наши комментарии, и не то, что мы говорим, или уже пытаясь воспитать, перевоспитать, пытаемся внедрить какие-то вот вербальные модели, что нельзя и что плохо, да, дети, прежде всего, смотрят на родителей, на нас с вами, взрослых, как мы и что делаем, как говорим в определенных ситуациях. Ну, и, конечно, третий фактор – личностный, когда взрослый для детей всегда предстает как некая личность, как член общества, как представитель определенной группы, как близкие или люди, которым стоит доверять, и авторитеты, прежде всего, не забывая, мы с вами, вот как в том анекдоте, да, Марья Ивановна сказала, то есть всегда учитель и педагог, воспитатель для детишек – это авторитетное лицо, на которое дети, конечно, ориентируются. Вот для меня лично, и комментируя вот эту модель, которую мне удалось для вас создать, ценно прежде всего то обстоятельство, что опираясь на концепцию общения, она очень сложная, она мудреная, ученые пишут об этом давно и много, но вот можно, на мой взгляд, выработать такое понимание педагогических условий развития творчества, да, в детской игре, которое позволит соотнести педагогичность как условие и творчество как результат, то есть при этом не ущемляя свободу и самостоятельность ребенка. Вот как раз на слайде я отобразила все факторы, которые влияют на этот процесс, но еще раз повторюсь, я акцентировала внимание на координации педагогических условий и мотивации ребенка, которые мы должны, безусловно, учитывать. И когда мы переходим уже к методике организации сюжетно-ролевой игры, воспитатель, безусловно, сначала смотрит перспективный план развития, да, который у нас закреплен в ФГОС, обгощение игровой деятельности, мы выявляем личные интересы детей со способностью самостоятельного продумывания сюжета, и вот с учетом уже полученных данных мы приступаем к организации, который, вот алгоритм которой примерно я представила вам. Корректировка, безусловно, всегда в ваших силах и зависит от того, какого уровня ваши дети и возраста, конечно, о возрасте я еще чуть позже вам скажу и прокомментирую. Ну вот выбор темы, опять-таки, соотносим с нашим примерным планом развития и создания мотивации. Мотивация, она всегда важна в любой форме деятельности. И, соответственно, вот комментарии педагога, воспитателя в виде руководства к игре, поддержка этой игры, то есть направление, которое мы даем, и, конечно же, завершение игры. Я на каждом вебинаре стараюсь нанести до вас, до слушателей, такую мысль, что при любом завершении определенной формы деятельности, в том числе о тех, о которых мы с вами говорим на встречах, очень важна, конечно, рефлексия. Это анализ, самоанализ, который позволяет отталкиваться в дальнейшем для того, чтобы проектировать свою деятельность. Напомню вам, что представляют собой так... Прошу прощения. По методике организации сюжетно-ролевой игры хотелось бы напомнить об атрибутах и наглядном материалах, которые могут быть в зоне доступа в детском саду или можно привлечь родителей из практически бросового материала, изготовить своими руками. То, что варианты оформления вам представлены для разных видов игр, такие вот заменительные игрушки, да, и, конечно же, привлечь к этому процессу можно и самих детей. Хотелось бы напомнить, что собой представляет вербальная креативность, чем она отличается от понятия вообще креативность и как они связаны между собой. Ну, еще раз повторюсь, креативное мышление, оно, безусловно, априори уже мы это принимаем, играет огромную роль в нашей жизни. Ну, достаточно вспомнить, что все современные изобретения, которые у нас в быту с вами стали привычными, они являются результатом нестандартного подхода уже к привычным нам вещам. Поэтому вот вербальная креативность как часть вот этого творческого процесса, синоним креативности – это творческое творчество и творческое созидание. Вот мы рассматриваем, конечно, словесное творчество, которое и в широком, и в узком смысле может быть приписано как часть личности, как некая компетенция, которую мы должны и обязаны, конечно, развивать с детского возраста. Вот психологи в психологической литературе, исследователи дают своего рода такую условную классификацию развития вербальной креативности, которая с двух с половиной лет начинается, потому что именно в это время дети овладевают фонетическими, морфологическими, грамматическими, синтаксическими средствами. Так называемая первичная креативность – это, конечно, 3-5 лет, так называемый почемучечный возраст. Кстати, теперь планочка эта сместилась даже уже к 3,5… к 2,5, простите, годам. Это сразу хочется вспомнить Корнеева Чичковского, да, помните, от 2 до 5 известная его классическая работа, где, по-моему, никто так скрупулезно не описал эти сложные процессы в такой доступной, простой форме. Но эта книга уникальна, и уникальность ее уже доказана временем, и она будет всегда у нас с вами такой книгой-учебником, да. Старший дошкольный возраст и школьный младший возраст – это 5, 6, 7 лет, когда происходит осознанное словесное творчество, создаются самостоятельно детьми словесные тексты, причем разных жанровых форм, да. И вот этот период, конечно, самый благоприятный для формирования вербальной креативности, потому что, с одной стороны, ребенок уже социализируется, он готов к этому психологически. С другой, конечно, прекрасно то, что отсутствует у него в речи штамп и стереотипы поведения, которые наслаиваются уже в процессе его активной социализации. Сразу хочу сказать, что вербальная креативность, она всегда изучалась не только Корнеем Ивановичем Чуковским и целой плеяды мастеров, психологов, исследователей, педагогов, на работах которых мы с вами учимся, но вот еще почти 20 лет назад Вера Константиновна Харченко издала словарик Тезау из детской речи, которые перестаются и поныне. В моих диссертациях в качестве приложений я работала с детьми, с дошкольниками, младший школьный возраст, тоже потом на уровне докторской диссертации у меня возрастная планка от детского до пожилого возраста, развитие речи мыслительного процесса рассматривалось. Но возвращаясь к нашим детишкам, вот буквально что под вербальной креативностью, конечно, мы не только понимаем новые слова, которые создаются детьми по тем моделям, которые нам, взрослым, согласно нормам русского литературного языка, кажутся ошибочными. Нет, это своего рода ступени преодоления тех возможных моделей, которые постепенно социализируют ребенок, и свои речи отсекают, и уже стандартным шаблонным нашим, согласно грамматике русского языка, пользуются своей устной и письменной формой речи. А вот креативность, она отображает, на мой взгляд, эти интересные, витиеватые тропинки, ходы, пути развития речи мыслительной деятельности ребенка. Посмотрите, вроде бы не могут не вызвать улыбки, такие детские открытия и утверждения о хвосте. Хвост – это то, что приделано к зверям сзади. Например, корова кончается и начинается он. Вот дает 4-летний ребенок такое определение слова «хвост». Не без интересного определения мужа представляется, причем мальчик дает такое, 7-летний мальчик, определение, что с этим человеком сложно, с ним много хлопот, расходы большие, подвести тебя этот человек может. Например, сначала он красивый и хороший, а потом, как ты на нем женился, стал ругучим, ругучим. Вот вам модель, которая потенциально в языке заложена. Есть же «могучий». Почему не от слова «ругается»? Ругучий нельзя установить. Но вот в этом смысле дети очень открыты к восприятию тех моделей, которые они слышат и повторяют уже применительно к словам, которые в речи употребляют. Вот это и есть, на мой взгляд, отражение речемыслительного процесса, который мы с вами наблюдаем и должны корректировать, безусловно. Ну вот вам еще определение кипятильника, что такое живот и прочее. Вот слова реки Тезауруса, в частности, у Ирины Константиновны Карченко, содержат массу таких интересных открытий детей и фиксируют в хронологии, начиная с двух с половиной лет. У каждого из вас, я уверена, в вашей практике личной, в общении как с собственными детьми и, конечно, уже с малышами в детском саду. Вы можете создать массу таких словариков. И у каждого копилка есть таких вот открытий, словообразовательных, лексических, с которыми дети делятся. Я бы хотела, переходя далее уже к характеристике игры, как всегда, игра в этом возрасте – это основной вид деятельности, и вспомнить слова Даниила Борисовича и Льконина, представленные вам на слайде. Для чего? Для того, чтобы еще раз напомнить, что игра, особенно сюжетно-ролевая, раз мы сегодня ее рассматриваем, отображает представление детей и об окружающем мире, и о взаимоотношениях взрослых, и о профессиональных обязанностях людей. И в зависимости от сферы и видов, мы сегодня критерии рассмотрим сюжетно-ролевых игр по различным критериям, и какие можно приемы использовать в своей практике работы с детьми, в зависимости от их уровня, конечно, развития возраста. Даниил Борисович выделяет четыре вида классификации, которые представлены вам. И говоря об особенностях сюжетно-ролевых игр, мне бы хотелось отметить, поясняя то, что вы видите сейчас на слайдах, что в процессе этой игры обучающиеся, во-первых, перевоплощаются в тех, кого они изображают, причем свято веря в правду игры. То есть они создают особую игровую жизнь, искренне радуются и огорчаются по сюжету. Жизнеутверждающий характер, конечно, игр заключается в том, что это темы могут быть как бытовые, профессиональные, так и героические игры. Но какие бы трудности в этих играх не встречали наших маленьких участников, финал должен быть всегда счастливым. Моряк спасает всех от бури, полицейский ловит вора, больной стоит на ноги и так далее. Всегда должен быть такой счастливый, как в сказке, конец, потому что для нас с вами еще важна психологическая составляющая таких игр, которая влияет еще и на личность психологическую, на психологическое здоровье наших детей, на психоэмоциональное, я бы сказала, о котором я в каждом своем вебинаре, конечно, говорю. Наличие реальных организационных отношений, это, безусловно, те самые правила договоренности, когда в начале игры участникам объясняется воспитателям сюжет игры, распределяются роли с учетом их желаний, конечно, и оговариваются правила. И вот соблюдение этих правил, конечно, должно быть обязательно. Дети должны осознавать то, что посередине игры статью Тюм уже не имеет права. Таким образом мы, конечно, даем возможность детям оказаться в мире взрослых и попытаться самому разобраться во взрослых отношениях. И с этой точки зрения, конечно, сюжетно-ролевые игры представляют собой вот ту модель, которая в голове у детей на уровне подсознания остается как некая модель поведения, в частности вербального, в определенных ситуациях. Далее такие подсказочки для вас, которые сопряжены с нашим ФГОС. И я распределила задачи сюжетно-ролевых игр по возрастным категориям, начиная с 3-4 лет и до 7. С 3 и до 7. И эти задачи, конечно, могут вами либо сокращаться, либо дополняться. Но вот все опять-таки зависит от того, какие формы активизации наших детишек вы будете использовать, каких критериев вы предпочтете придерживаться, из того, что я постараюсь далее вам изложить. На следующих слайдах я хотела бы отобразить виды игр по цели и способам ее достижения. У нас еще будут другие критерии по гендерному аспекту. Вот по целям и способам достижения сюжетно-ролевые игры можно разделить на творческие, сюжетно-дидактические и интерактивные. Я думаю, что и различного рода гибридные, то есть смешанные формы, вполне реалистичны, если вы будете использовать приемы из разных видов игр. Естественно, это не возбраняется, это творческое начало, которое, конечно, вы в своей практике вольны принимать. Вот творческая, сюжетно-ролевая игра. Она предполагает, конечно, максимальное подключение воображения, фантазии, когда детишки не только копируют поведение взрослых в конкретных ситуациях жизненных, но и могут предложить свой вариант действий. Действий в условиях вымышленных. В частности, я предлагаю игру «Путешествие в космос». Космос всегда привлекал внимание разновозрастных и разнопериодных детей с нашего времени. И по сегодняшний день космос всегда остается тайной. И атрибутика в детском саду у нас или в условиях школы это самая такая простая, когда можно из парт или из стульчиков сделать такую ракету, вообразить разными тканевыми и так далее вещами. То есть соорудить такую ракету, где будет свой капитан. И понятно, что для фантазии детей в подобных играх границ практически нет. Они и действуют в повседневных ситуациях, не только путешествуя в космос, но и организуя поездку в автобусе, поход в театр или музей, даже обед в кафе. И вот эти сюжеты молниеносно можно переносить из одной точки в другую. Сюжеты из фильмов, из книг, которые также читаете вместе с детишками, можно продолжить, став палеонтологами, я не знаю, на раскопках или полететь на Марс, изобрести машину времени. Здесь, конечно, дети всегда любят подхватывать такие темы, раскручивать их, причем приплетают различного рода сюжетные фрагменты из известных им ситуаций, мультфильмов, игр, которыми часто они по телефонам, по гаджетам пользуются. И для нас с вами важно, чтобы они умели вербализовать данные, свои желания, потребности, и была бы привязка обязательно к сюжету, потому что вне сюжета это будет уже некий базар. Направленность таких игр, конечно, опять-таки на ответственности педагога-воспитателя лежит, направленность плюс распределение ролей и контроль за ходом этой игры. Сюжетно-дидактическая игра это тоже игровая форма обучения, разновидность рассматриваемого нами сегодня вида игр. Здесь мы с вами можем озвучить обязанности каждого ребенка в роли, наблюдать за ходом игры, корректируя выполнение того дидактического задания, которое вы для них избираете. Здесь у нас уже могут быть темы знакомые дети, магазин, детский сад, банк, столовая, ну и прочее. Именно сюжетно-дидактическая игра, сам подвид, нацеливая нас на то, чтобы игра приобретала и дополнительное содержание. Это может быть познавательно. Например, вспомните, пожалуйста, кто присутствовал на моих предыдущих вебинарах, отличие фруктов и овощей. Помните, мы упражнения предлагали в игре, например, огород или столовая. Математическое посчитать количество предметов в игровой ситуации и тем самым числа повторить. Языковое, конечно, это актуально было, есть и будет всегда, потому что язык сопровождает любой формат обучения детишек. Актуально для групп языковой, в которых изучается национальный язык. Я, учитывая реалии нашей республики, в частности, вот республики Машкортостан, и в целом полиязычную ситуацию нашей России, я вообще планирую, конечно, как-то эту тему углубить и рассмотреть в рамках того, что вот сейчас у нас много полилингвальных учебных, образовательных учреждений открывается, в частности, лицеев у нас в столице и вообще в республике по России. Такая тенденция очень хорошая идет. И есть группы национальные в дошкольных, образовательных учреждениях. Мне кажется, это очень актуальная тема. Я обязательно ее как-нибудь в ближайшее время затрону, потому что вот национальный язык, являющийся таким вот мостиком перехода к межнациональному языку, с одной стороны, это большая проблема для педагогов, воспитателей. И, конечно же, для детей, для которых, например, русский язык является неродным языком, пусть даже межнационального общения, но бывают группы как раз, где уже мы их называем билингвальными. Вот я постараюсь посвятить этому внимание отдельно. И здесь уже свои дидактические приемы, которые универсальностью отличаются, и специфика, об этом мы обязательно с вами поговорим. Ну и, безусловно, сейчас у нас есть возможность, если располагают детские сады, группы, интерактивными досками, использовать их активно, и вообще с такими компьютерными технологиями, которые уже вошли прочно в нашу жизнь. Детям они не чуждые, и они, на мой взгляд, даже разбираются очень смело, независимо от своего возраста. Вот то же самое путешествие космическое можно и как вариант игры, то, что чуть ранее я вам демонстрировала, рассмотреть, и на интерактивной доске. То есть посмотреть видеофрагменты запуска ракеты, реальные, да, подобрать такую, сделать подборку, нарезок тех фильмов, которые вы в интернете найдете, как экипаж пребывает внутри корабля. Вспомнить их любимые мультфильмы, те же вот там «Три кота», да, где идет путешествие в ракете. Продумать игровой сюжет, где можно и метеоритный дождь представить, или комету, увидеть черную дыру там в окно ракеты и так далее. То есть можно вот выполнить такие задания по теме, когда предоставится возможность прекрасно закрепить знания о вращении планет, о солнечной системе, названия планет, повторить звезды и прочее. То есть это как и в дошкольном старшем возрасте, так и для младших школьников. Вот как раз такие основы астрономических знаний не повредят, а всего лишь обогатят и лексикон наших детей, и познавательные возможности. Предлагаю вам рассмотреть, начиная с ясельной группы, эту картотеку сюжетно-ролевых игр, которые сопровождаются методически приемами, тоже отдельную колоночку вам выделила. И вот эту картотеку вы можете посмотреть и во всяком случае разработать те сценарии сюжетно-ролевых игр, которые с опорой на те материалы, которые уже используются параллельно с вами, чтением сказок, книг, заочевывания и стихотворений. И вот те тематические приемы, их можно, естественно, сопрячь, синхронизировать с нашими сюжетно-ролевыми играми. В средней группе здесь уже и приемов больше, обратите внимание, и, соответственно, героика, патриотические, литературные, деловые, бытовые, о чем я уже чуть ранее вам сказала, все это рассмотреть. Старшая группа, старшие, плюс сюда же я включаю, включила, помимо того, что здесь представлено, осложнила сюжеты, которые могут быть и в младшем школьном звене вполне прекрасно использоваться. И вот подготовительная группа. С содержанием этих слайдов можно будет ознакомиться. Я передала и передала в Директ Академии, и у вас есть возможность скачать презентацию, чтобы в дальнейшем уже использовать в своей практике. Теперь давайте рассмотрим с вами сюжетно-ролевые игры по видам. То, что было перечислено и в картотеке, и говоря о классификациях этих игр, чуть ранее я вам тоже об этом говорила. Что такое деловая игра? Не боимся таких названий. Почему? Потому что это все-таки тоже элемент сюжетно-ролевой игры, когда детьми Иванева создаются фрагменты профессиональной деятельности взрослых. И здесь уже взаимодействие между участниками игры отражает и закладывает ту модель сотрудничества, ну скажем, руководителей и специалистов. Деловые игры направлены на формирование культуры отношений в обществе, тех первичных представлений о профессиональной этике. Ну и, конечно, здесь уже дети должны понимать, что важны не только начальники, капитаны и директора, но и каждый член команды по той роли, которую он выполняет в данной игре. Ну и, безусловно, ответственность в выполнении профессиональных игровых обязанностей, слаженность работы в команде – это залог успешной работы в будущем, а в условиях детского сада, конечно, это работы игры. Здесь вспоминается сразу, помните, наверное, если хотите, ссылочку я потом в чат вам скину. Маленький такой ребенок выступал, была трансляция по Ютубу, по-моему, «Мой папа депутат», да, и уже у меня такое ощущение складывается, что дети уже знают и предполагают, и чувствуют там сюжет этого стихотворения, очень смешно быть, там весь зал аплодировал, о том, что вот уже вот эта граница и разница между тем начальником и подчиненным, руководителем и подчиновенным, она закладывается уже с детского возраста. С одной стороны, плюс большой в том, что вот эта социальная иерархия, она должна детьми усваиваться и отображаться в этикетной форме, да, вот уважение, взаимоважение и сотрудничество. С другой стороны, есть соблазн, конечно, быть только вот в иерархии верхней. Чтобы предотвратить такой вот перегиб в приеме, на мой взгляд, важно детям рассказывать, как вот, что нужно учиться для этого, быть вежливым, быть уважительным для того, чтобы иметь возможность работать с целой командой, да, то есть нести ответственность. Начальник, руководитель – это, прежде всего, ответственность. Вот эта мысль, она должна быть, проходить красные линии для детишек, а не только вот в тех смешных анигнатичных стихотворениях, которые мы с вами наблюдаем. И не может не вызывать ологи, да. Мы, конечно, с вами еще и должны участвовать такой факт, что сюжетная, современная сюжетно-ролевая игра, она строится на реалиях детей 21 века. Детское сознание, оно впитывающее. Они в память откладывают места, которые с родителями посещали. Как себя родители, взрослые ведут в этих местах, какие роли выполняют, функционирование там различного рода предприятий. То есть меняется мир взрослых. Мы с вами видим, как цифровизация буквально пронизывает нашу свою жизнь, с одной стороны, конечно, облегчая ее, а с другой стороны, создавая массу проблем. И меняется, конечно, устройство современного общества. Появляются новые профессии, о которых дети узнают, в том числе и из детских передач, и в реальной жизни. И расширяется тематика игр. Мы играем уже в офис, в агентство недвижимости, в гипермаркет, в салон сотовой связи, туристическую компанию, дизайн-студию, модельное агентство или управляющую компанию, приют для животных и так далее. И так далее, пожалуйста, тематику можно расширять до бесконечности и, естественно, учитывая тот интерес детей, который можно подогреть, скажем так, даже совместив с таковым планом экскурсиями, как на слайде вам представляется, когда, ну, естественно, по предварительной договоренности экскурсия, предположим, в Сбербанк, она сопровождается еще с элементами игры, вот с реальными работниками, сотрудниками этого банка, где можно попросить их, чтобы дети выступили вот в качестве реальных клиентов. Далее, виды сюжетных игр можно подразделять не только по тем критериям, которые я обозначила, но еще и по тому, по гендерному аспекту. То есть примерно к четырем пути годам можно разделить по интересам в группе, это мальчиковые игры, мальчиковые игры и девочек, для девочек. Конечно, девочкам больше нравится моделировать роль матери, хозяйки дома, есть традиционно женские профессии, медсестры, нянечки, воспитатели, сотрудников столовой и прочее. Ну и для девочек, конечно, меньше пространства требуется, и достаточно количества кукол, и атрибутов к ним, коляски, посуды, одежды и прочее. Мальчика, конечно, воспроизводят в играх мужскую модель поведения, это, прежде всего, защита населения, игры военной тематики, полицейские, пожарные, строительство, техника, транспорт. Здесь, конечно, уже пространство чуть больше. Вот учет этих моментов, конечно, при организации сюжетно-ролевых игр очень важен. В работе со старшими дошкольниками, младшим школьниками, конечно, необходимо продумать ту организацию, которая бы формировала представление о взаимодействии мужчин и женщин, как в быту, так и в профессиональной общении, независимо от половой преднадлежности. Ну, скажем, такие игры, как семья или встречаем гостей. Безусловно, дети имеют возможность примерить здесь роли малышей, родителей, тети, дяди, представителей старшего поколения родственников. И, на мой взгляд, здесь очень важно развивать культуру общения между ролевыми, разновозрастными членами команды, игры, когда мама готовит, стирает, папа что-то чинит, делает ремонт, дети, безусловно, помогают. И вот этот сюжет можно, конечно, продлевать, продлевать, но без поддержки реальной, семейной, когда родители подключаются к такому процессу, грошится на вот таким занятиям. Почему? Потому что, конечно, уже в этом возрасте дети должны выступать помощниками, да, дома, пап, мам, бабушек или дедушек. Вот отдельно хотелось бы буквально несколько минут уделить вот той актуальной сейчас, и в ФБО сводится эта тема, не только в дошкольных, в школьных учреждениях, это патриотическая подготовка воспитанников, в частности, там вот игра в войну, в спасателей, в пожарников и так далее. Вы знаете, противоречивое, я вот встречаю мнение коллег, кто-то вот недоволен, кто-то говорит рановато. Вы знаете, я вспоминаю свое детство, и среди слушателей, наверное, тоже есть такие, когда в школах, например, мы играли в зорницу, причем ждали эту игру в зимнюю, очень так вот с большой надеждой, что наш класс выиграет, мы найдем там спрятанный флаг, мы прочтем эту карту, именно коллективизм сплачивался, такое коллективное чувство того, что мы вместе этой победой достигнем, или что там между школами шла такая игра интересная, и учителя были задействованы, и генералы у нас там были в лице директоров. И вы знаете, никаких отрицательных качеств не было, никогда, каких-то эмоций, связанных с тем, что мы там простудимся, это была игра большая, и, естественно, она не считывалась в ней что-то такого, что вот нужно было обязательно этого делать. Это был такой симбиоз физкультуры, физической культуры, плюс общение, и разновозрастные там были, младшие классы и старшие, никакого вот отрицания того, что раньше мы проходили, не было. И мне кажется, это очень мягко, гармонично нужно вплетать в образовательные процессы воспитательные в связи с нашими праздниками, которые мы чтили и будем чтить, в связи с общением с нашими родственниками пожилыми, которых все меньше и меньше остается наших прапрадедов уже, для наших детишек. Поэтому ничего страшного нет, когда девочки, например, в походной кухне выполняют роль поварих, или санитарок, оказывая медицинскую помощь, какое-то там землетрясение может быть произошло, мы помогаем людям и прочее. То есть нужно очень мягко, гармонично связывать с тем сюжетом, который дети слышат и по телевидению, и на мой взгляд здесь ничего страшного нет, нужно развивать эту тему и развивать с учетом тех возможностей, которые предоставляются вам как педагогам, воспитателям, и фактор психологический, конечно, важен. Ничего страшного не произошло, когда мы играли в зорницы, мы побеждали, мы радовались, мы гордились, и вместе потом отмечали вот такие победы, когда вручались грамоты, там лучший санитар, лучший разведчик и прочее. Все это в игровой форме. И у меня лично, я спрашиваю своих одноклассников, когда мы встречаемся, очень положительные эмоции остались, потому что это была игра, слава богу. Переходя к следующему слайду, мне бы, конечно, хотелось перечислить те упражнения, вот в рамках сюжетно-ролевых игр, их бесчисленное множество, и каждый из вас может стать автором таких упражнений, лексическому плану и так далее. Вот в предыдущих вебинарах я очень часто включала, характеризовала и описывала эти упражнения. Вы можете просто посмотреть презентацию, которая у вас наверняка есть. Ну, например, такие упражнения, как «Найди взаимосвязь». Что такое креативность? Вот у нас с вами, я уже говорила, определение, у нас с вами левое аналитическое, право-мировосприятельное полушарие, и вот эта гармония, которая дает возможность с одного полушария на другую информацию перерабатывать, она как раз порождает рушащие любые шаблоны и стереотипы, вещи, которые дети нам могут выдавать. Наша с вами задача стимулировать вот эту работу мозга на гармоничную работу обоих полушарий. Вот в данном упражнении, когда можно случайным образом подобрать два слова, пожалуйста, открыли книгу, закрыли глаза, выбрали два слова, и находим взаимосвязь между ними, используя в одном предложении. Казалось бы, из невозможного получаются очень возможные, интересные вещи, и рождается сюжет, на глазах рождается сюжет. Можно усложнить в младших классах вот такие упражнения, попросить составить небольшой рассказ, используя пять случайных слов. Вы знаете, я со студентами пыталась такое упражнение произвести, когда из устойчивых выражений, потому как пословица, поговорки фразеологизма у нас теперь редко используется, но все-таки это такая кладезь языка, которая может обогатить нашу с вами речь. И вот студентам я давала набор разных фразеологизмов и небольшой составить текст, чтобы он был сюжетно связан. Опять-таки, это сюжетно-ролевая игра, где можно использовать, даже трансформируя эти конструкции. Вы знаете, очень сложно представлялось для одних, для других, как семечки щелкали, поскольку в интерес ходили, и дальше говорили, можно продолжить, а можно новые единицы. То есть вот, опять-таки, мне кажется, здесь, в зависимости от того, как дети воспримут, вот какие-то дети, для каких-то детей это упражнение очень легким покажется, для кого-то и сложновато. Вымышленное животное, пожалуйста. Вы можете предварительно даже его нарисовать, если хотите, для того, чтобы оживить, да, вот тот атрибут, который будет использоваться вами далее. Можно вооружиться с детишками карандашами, альбомом и фломастерами и изобразить некого несуществующего животного, там, птицу, рыбу, зверя, неважно. Придумали название, тоже необычное, да, описали его. Вот вам креатив пошел на игру уже словобразовательными моделями языка, когда мы детям на этапе школьном, да, это неправильно, это ошибка. Это этап, еще раз повторяю, когда дети познают мир с помощью тех моделей, которые не закреплены в литературном русском языке. Подобные этому могут быть упражнения, которые нацелены на придумывание нового названия, ну, привычные вещи. Вот попробуйте лимон, показали лимон, пусть это будет цитрусин, да, а стол как можно назвать, это обедник, а форточку как можно назвать, окнушка, ну и так далее. В зависимости от возраста и групп, вот я тут попыталась такие креативные пятиминутки сочинить, ну, например, любимую игрушку опишите с помощью, там, 10-15 слов. Или давайте рассказ придумаем о путешествии в пустой консервной банке, да, вот как, что с ней произошло. Или бабочку, давайте проведем интервью или рассказ, соответственно, о бабочке, которая вот недавно совсем была в усенице. Любые слова берем, да, и сочиняем рассказ. Можно подключить новые слова как раз для того, чтобы расширить лексикон ребенка или какую-то семантическую группу, которая у вас, скажем, по плану там идет. Усложнить эти упражнения, скажем, назвать 4 причины, из-за которых будет стояно там фотографу, учителю, пожарному, маме с папой и так далее. На предмет мам и пап, кстати, тоже сопрягаясь теми, иногда трагическими информациями, которые вы тоже в интернете, конечно, читаете, да, вот, например, сформулировать причины, по которым мама и папа согласятся приютить кошку или собаку, да. Очень часто, конечно, родители противниками таковых выступают, но вот можно инициировать здесь в виде игры, игры, то желание детей, да, которые они могут проговорить, и может быть потом само желание, оно озвучено, и причины, по которым можно приютить, и причины, по которым родители не могут приютить, да, то есть что перевесит, и убедить тем самым ребенка, почему нельзя, а не доводить, да, вот буквально на днях в интернете была информация, что там 11-летняя девочка покончила с собой, потому что мама кошку запретила в дом приводить, ну вот чтобы такого в жизни, это же, что это значит, это сбои в этапе социализации, когда вот, по-видимому, что-то всегда поощрялось ребенку, а тут нельзя, это психологически непроработанные наши с вами вещи, и, конечно, наша с вами безответственность, когда такие вещи происходят, психоэндициональная сфера ребенка очень зыбка, и мы должны уже прорабатывать ее вот с 3-4 лет, чтобы в 10-15 лет предусмотреть такие вещи, и чтобы дети видели варианты разных решений, так ведь, можно же ходить, ухаживать за животными, если нет возможности дома действительно содержать. Вот еще какие можно упражнения придумать, когда мы с вами либо начинали, либо завершали сказку, или любой другой жанр можно выйти, но сказка, она такой любимый в этом возрасте жанр, поэтому, ну вот здесь там жил, был маленький гиппотамчик, да, зверюшки, многие смеялись над ним, что он такой маленький, больше всего смеялось, ну я тут взяла одна муха на картинке, можно там птичку, и так далее, любого, и вот однажды она села на ветку и стала дразнить его. Сказка, посмотрите, с подтекстом, да, очень часто в детском возрасте вот эти дразнилки, на которые разные дети по-разному реагируют, приучать к тому, чтобы в шутки сворачивать, выходить из этих дразнилок, может быть, кому-то эта дразнилка даже и понравится, но ни в коем случае не стимулировать вот ту обиду, которая у детей, вот обида, она тоже растет, она взращивается, нужно найти вот тот резонатор, компенсатор, как хотите назовите, который будет гасить вот эти негативные эмоциональные чувства, и чтобы ребенок находил в жизни другие варианты, посмотреть с другой точки зрения на ту ситуацию, в которой будет уже не так болезненно им восприниматься, как обычно детишки, ну, в силу характера, природной своей предрасположенности вот так воспринимают. Шутки, задачки, да, ну, например, пример, который я здесь привожу, кстати, здесь можно вспомнить и математические, да, какие-то вещи там, чем бы ты стала отмерять продукты для того, чтобы приготовить завтрак, обед или ужин для великана, там, мука, молоко, масло, там, вспоминаем литра, килограмма, граммы, граммы, количество штук, и вот вам, пожалуйста, уже и математика, сопряженная как элемент, да, сюжетно-ролевой игры и сопрягается она с сюжетом сказки. Упражнение, которое также на развитие ассоциативного мышления, которое очень тесно связано с речем и с лительным, ну, например, мы выбираем любой предмет, на что глаз у нас, да, упадет там в комнате детского сада или дома, и прибираем к нему пять разных прилагательных. Вот вам снова семантическое поле прилагательных, да, ну, например, окно, каким оно может быть? Стеклянным, мокрым, большим, соседним, белым, грязным, и так далее, и так далее. Добавляем еще пять прилагательных, которые вообще отличаются по смыслу, да, то же самое окно, может ли они быть шоколадным, горячим, быстрым, живым, громким детям? Вот говорить, нет, а давайте мы вот будем абсурд такой создавать, почему, для чего это делается. Мозг привык шаблонно мыслить. Мы же, когда говорим снег, у всех белый, пушистый, сверкающий и так далее возникает. Давайте сломаем этот стереотип. Каким еще может быть снег? Может ли быть горячим снег, да, как у Симонова и прочее? Это уже переносное значение слов. То есть мы подготавливаем детей к тому, чтобы они образные, образными, мыслили образами, символами, кодами, то, что уже будет обогащать их речь средним школьным звене и дальше. Им дали сдавать экзамены, писать творческие работы и выступать, производя впечатления на окружающих. Это все положительные моменты, которые связаны, конечно, с нашей речью. Бесконечно еще раз говорю, вот такие упражнения можно выдумывать даже по ходу игры, когда мы с вами проводим сюжетно-ролевые игры. Здесь я плавно подвела вас к вопросу, а когда проводить подобные игры? Обычно сюжетно-ролевые игры проводятся между занятиями и в свободное время. Во второй половине дня. Почему вторая половина дня? Потому что мозг уже включен, подключен к восприятию, активно действует. Первая половина дня все-таки еще детишки просыпаются и входит в игру с разной скоростью. И здесь можно подключить и любые другие творческие занятия или синхронизировать с тем, что у вас по плану предвидится. Роль педагога-воспитателя заключается, еще раз повторяю, в проговаривании тех условий, плана и контроля за детишками, которые вовлечены в эту игру. Потому что в данном случае сюжетно-ролевую игру, еще раз я хочу повторить, мы рассматриваем как инструмент обучения, как средство развития речи. А на речевом занятии, конечно, дети изучают и наглядные материалы по теме, и беседуют с воспитателем, и между собой узнают новые слова, проясняют значение, пополняют свой лексикон. И вот наша с вами задача, конечно, погрузить в тему, играя, и активно использовать диалоги, новые слова. И, как я уже говорила сегодня в процессе вебинара и в предыдущих наших встречах, я всегда большое внимание уделяю анализу или рефлексии того, что мной, воспитателям, педагогам, проведено. Если были какие-то недоработки, я их обязательно у себя указываю, для того, чтобы их преодолевать и в дальнейшем иметь в виду. И вот понятно, что с целью выявления такой вот эффективности организаторских способностей нас с вами и корректировки плана дальнейшей деятельности именно в данной группе, мы должны проводить анализ. Я примерный план, алгоритм вам представила. Конечно, можете пользоваться или корректировать его. И вот протокол анализа можно по этим критериям представить. Ну и подводя итог сегодняшней встречи, я еще раз хотела бы напомнить, что именно грамотное. Грамотное – это значит сопряженное логически с теми темами, которые рассматривались и перспективы вами планируются к рассмотрению. Таким образом, организовать игровую деятельность в детском саду или в младшем школьном звене для того, чтобы развить личностные качества и расширить те творческие компетенции у детей, которые, ну я вот уверена, что они нам задаются природой. Кого-то в большей степени развиваются и социализируясь, ребенок либо замыкается, либо находит вот ту среду, где может воплотить все то, что в нем есть. И вот эта инициативность в разработке как сюжетов, так и выбора ролей, на, может быть, бытовые, обычные знакомые нам темы, так можно и посигнуть на фантастику, вот раскрыть именно тот творческий потенциал, и сыграть ту роль, которая в игре возможна. В игре возможно все. Уважаемые слушатели, предлагаю вам вот список тех источников из современной литературы, которая поможет вам организовать занятия по рассмотренной методике. Я благодарю вас за внимание и буду очень рада вопросам. Так, ну вот по поводу сертификата только есть вопрос, по поводу сертификата Татьяна уже ответила, может быть, есть еще вопросы, буду рада ответить. Сейчас пытаюсь пробежаться по чату. Так, ну, вроде бы, вроде бы вопросов так вот нет, да? Так, так. Тут руки опускают, да? Так, 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 так. Вопросов нет, да? Так, ну, мне остается вас поблагодарить за внимание, за благодарности, которые я всегда ценю. Спасибо большое, не могу каждого озвучить. Здесь приятно очень, это стимулирует к дальнейшей работе. И я постараюсь брать очень востребованные, интересные темы. Да, вот. Имеют ли какую-то специфику эти игры при работе с детьми с ограничениями, да, определенными? Юлия Катасоновна задает вопрос. Да, Юлия, я считаю, что все-таки тема игр с детьми определенного контингента не с особыми обычно, ну, такими ограничениями, но все-таки мы должны ориентироваться вот на уровень запроса детишек в тех группах с ОВЗ, да, которые нуждаются в корректуре. Я не считаю, что упражнения могут сильно отличаться, но вот подборка их, как я уже и в начале нашей встречи сказала, и корректировка, да, сама игра сюжетно-ролевая, безусловно, она применима в любой группе, а вот корректировка тех сценариев, подборка упражнений или темы, здесь уже, конечно, Юлия, я считаю, что вы, как вот педагог, работающий с таким контингентом детей уже вольны корректировать и подбирать, дополняя или убирая здесь уже, безусловно, все вот в вашей зоне ответственности. Ну, я вот полагаю, что так. Конечно, есть масса литературы, посвященная работе с этим контингентом детишек, но вот если это будет необходимо, вот лично вам, да, может быть, в каких-то темах не отдельно оговаривать эти моменты, я постараюсь учесть это для дальнейших своих тем и их обсуждения. Так, вот по презентации, да, конечно, презентацию вы можете скачать, Татьяна вам ссылочку дала, и, пожалуйста, используйте, я буду рада, если вы используете этот материал в своей практике. Да, не Симонов Бондаров, совершенно верно, Наталья, спасибо за корректуру, горячий снег Бондаров, Юрий Бондаров, конечно, моя ошибка. Так, есть примерная картотека по упражнениям к играм, так, к средней, так, можно, так, прошу прощения, так, есть картотека, но я подборочку делала уже согласно тем предотвращенным приемам, которые таблица в данной, при подготовке к данному вебинару вам отразила. Я думаю, вы, ну, вот в готовой картотеке, я, к сожалению, готовясь вот к определенным темам, не обнаружила, честно вам признаюсь, возможно, такое и существует, но вот исходя из опыта работы каждого из вас, наверное, вы вот уже вольны упражнения как-то каталогизировать и создавать свою картотеку. Но вот готовой, Валентина, я, к сожалению, не нашла. Так. Атрибуты к игре – это свое родо оборудование, Елена, все-таки, да? То есть из каких-то материалов, там, бутылочек, еще того-то, вот бросовые, как я вам назвала, делать уже то необходимое оборудование из материалов, которые вам могут там в быту встретиться и прочее. Материалы оборудования мы, конечно, различаем. Оборудование я рассматриваю как синоним атрибутов. Так. Так, еще, по-моему, если, так, вроде бы, если что-то есть, еще раз мне в вопросах напишите, пожалуйста, если есть у кого-то вопрос. Ну вот по презентацию и сертификаты уже ответили вам. Так. Да, вот вы сказали, может быть, автором, может быть, есть уже конкретное. Разделить что? Вот немножечко не поняла, что можно разделить. Просит конкретно разделить. Так, Анна не совсем, так, как, а, Елена, да? Лена, не совсем поняла, что конкретно разделить. Авторские методики вы имеете в виду, да? Вот и Валентина тут, да, уточняет. Автором чего? Не совсем поняла вот вопрос. Автором чего и что разделить? Если есть возможность, может быть, напишите в чате, я тогда отвечу на этот вопрос. Так, сертификат, как получить у вас в чате, Татьяна сдала ссылочку, и там есть информация о получении сертификата и о том, как скачать, загрузить себе презентацию. Так, уважаемый слушатель, вот кого я спросила, вот, может быть, вы что-то конкретизируете вопрос, что разделить? Или я ответила на него? Будьте добры, еще раз напишите, пожалуйста, я вам обязательно отвечу. Так, вот. Просят конкретно разделить. Не совсем поняла. Ну, вот упражнения по возрастным категориям были разделены, да, картотека представлена. Единственная картотека, она вот на обычных детей без распределения ОВЗ. Так, ну, вот дальше уже не вижу. Так, вопрос не продувлировали мне коллеги, которые вот немножечко я не поняла, что и как разделить. Может, уже ответила? Так, еще есть вопросы? В крайнем случае, можете мне написать на электронную почту, я тогда с удовольствием вам отвечу, как и в предыдущие разы. У меня есть всегда кто пишет или что-то вот запрашивает, и я стараюсь по мере возможности ответить. Так, ну что ж, тогда с вашего позволения не вижу я вот повтора вопросов. А, картотека сюжетно-ролевых игр представлена. А хотелось бы упражнение. Ну, вот упражнения я показала по темам, по темам, которые там обозначены. В отдельных слайдах у меня были, ну, там, скажем, космическое путешествие, по игре, вот они, сами упражнения, которые развивают креативность. Может быть, вопрос был задан в процессе моего изложения материала и до характеристики этих упражнений. По картотеке, если мы вернемся сейчас к ней, то вот отдельные из игр были представлены. Если конкретно кому-то что-то из упражнений. А, вот это, наверное, да, вас интересовало. Именно те упражнения, которые вот в картотеке были представлены. Ну, здесь и я сочиняла, и есть по ФГОС такие темы, которые, ну, рассчитаны еще на то, что мы сами поработаем, да, и вот часть, конечно, я постаралась представить сегодня. По сценариям, по тему, понятно, Валентина. Так, ну вот готовых таких сложенных по темам уже игр я не встречала. Есть на уровне статей отдельных расписанные сценарии, и отдельные из источников я вам представила на последнем слайде, вот в виде консультации. В виде, есть консультации, есть, вот, у Малыхины очень несколько игр расписано, в том числе у Скоппины, там сценарии разработки даются по отдельным темам и возрастам. Поэтому я в источниках решила предложить вам, где вы вот найдете готовые по отдельным темам, возможно, найдете именно эту тему, которая вас интересует при работе с вашими детишками. Вот, часть упражнений я тоже представила, часть только. Так, еще. Так, вам спасибо, дорогие слушатели, за вопросы, это всегда стимулирует. Учту в таком случае и для будущих своих вебинаров что-то из тем, ну вот я сейчас упражнение представила, но тогда буду сценарий, как и на предыдущих своих встречах представлять, да, вот отдельные были у меня вебинары, так что можете посмотреть и презентации в том числе скачать. Удачи, дорогие мои слушатели, и легких вам будней в нашем нелегком труде, и, конечно, красивой весны. До следующей встречи. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok